Тайванщик подтвердил знакомство с ворами в законе и раскрыл источники своих доходов. Бизнесмен Алимжан Тахтехунов утверждает, что является законопослушным гражданином. Российский предприниматель Алимжан Тахтехунов, более известный как криминальный авторитет по прозвищу Тайванщик, раскрыл источники своего дохода в разговоре с корреспондентом ленты.ру. Тахтехунов заявил, что большую часть дохода ему сейчас приносит сдача в аренду недвижимости, которую он приобрел на накопленные деньги, и подчеркнул, что ведет честный бизнес. В первую очередь я бизнесмен, затем, президент футбольного фонда и заслуженный тренер РФ. Точка, да, меня называют криминальным авторитетом, но за свою жизнь я не совершил ни одного преступления. Может, какие-то погрешности были, но по крайней мере меня на них не поймали. Вы докажите, что я украл, убил или еще что-то. Бизнес имею честный, рассказал Тахтехунов. По его словам, накопленные деньги у него появились во время владения несколькими казино. Тайванщик не стал отрицать свое знакомство с представителями криминального мира. По его словам, он знает Писа, вор в законе Валериан Кучулория. Примечания редакторов, Юра Лакаба, вор в законе Юра Сухумский, Гиви Берадзе, вор в законе Гиви Резаный. Я даже видел Монгола, Геннадий Кальков, первый рэкетир СССР, но познакомиться с ним не довелось. Просто иногда замечал его в ресторане. Мы вместе играли, поэтому я хорошо общался с этими людьми, за ними тоже стоят благородные поступки. Отметил Тайванщик, подчеркнув, что если ему и доводилось общаться с ворами, то в их общак он ничего не скидывал. СМИ называют Тайванщика одним из крупнейших криминальных авторитетов России. В 2011 году он вошел в десятку самых разыскиваемых преступников в США. Его обвиняли в торговле наркотиками и оружием, продаже краденых автомобилей. Также Тайванщик обвинялся в организации незаконного игорного бизнеса и отмывании денег. В конце 2017 года Тайванщик попал в санкционный список США.